КУНО ТЕХВА Я думаю, что и все любители футбола, и даже те, кто футболом не очень интересуются, знают, что такое ФИФА, международная организация, что такое УЕФА, европейская организация, а вот что такое ассоциация европейских клубов? Ну, скажем так, что я только прилетел вчера поздно вечером из Мюниха, было первое у нас такое совещание нового борда. Ну, ЭЦА – это короткое имя союза, и, в принципе, нам уже 12 лет, и организация представляет всех европейских клубов, все интересы, и, в принципе, рука в руке работает вместе УЕФА, и создает все правила, все изменения в европейском футболе. Можно сказать, что это самый высокий орган даже, может быть, в мировом плане в футболе. Ну, вот возглавляет эту организацию президент Ювентуса, вице-президентом организации является президент Мадридского Реала, также в правление входят представители таких футбольных клубов, как «Арсенал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Барселона». Как наш маленький скромный намекалью там оказался в этой посчетной компании? Ну, не так уж маленький, наверное, тогда, но… Скажем так, что это, конечно, я вошел в систему ЭЦА, скажем, ну, два с половиной года назад, и там система такая, что все страны имеют рейтинги, туда войдут клубы, которые играют Лигой Европы и Лигой Чемпионов. И есть два категории, клубы, которые имеют голос, называются «Ординэри Мемберс», и «Бес» называются «Ассоциейтед Мемберс». Вот, из Эстонии еще «Ливадия» и «Флора», они типа «Ассоциейтед Мемберс», и «Калию», типа как «Ординэри Мемберс», у нас есть «Голос». Вот, и это процесс такой длинный был, я очень активно там поработал два с половиной года, попал в школу, там была тоже конкуренция сумасшедшая. То есть еще и учиться надо было? Учиться, ну не, ну это я для себя, знаешь, кто хочет учиться, найдет учителя, я тоже такой принцип. Хорошая поговорка, кстати. Так что, мне это очень было интересно, я уже два с половиной года там в системе участвовал, там выбирали мне рабочую группу маркетинга, и, ну, так же это школы, и регионы, разные митинги, и ты должен быть активный. Вот, и как-то получилось, и теперь были выборы, и, ну, скажем так, что туда войдут где-то 250 клубов в Европу, самые-самые сильные, и из них выбирают тогда руководство. Ну, на самом деле, это очень почетно войти в такую команду, но, тем не менее, какую выгоду еще это дает? Ну, вы понимаете, мы решаем, в принципе, там все большие вопросы европического футбола. Можно сказать, что один голос может быть по деньгам, по решениям один миллиард, и у всех поровну. Это один голос, значит, что я поднимаю руку и принимаются решения. То есть голос Куна Техова, на самом деле, не меньше, чем у голоса Флорентина Переса, например. Да, такой же голос, как у Андреа Анелли или других, там без разницы. И, в принципе, ЭЦА, как организация, стоит так же поровну за больших клубах и за маленьких. Вот, и моя роль в том плане защищать интересы в маленьких и средних клубах. Меня туда выбирали из этого. Ну, а клубы получают какие-то гранды, например? Вопрос не в клубах. Мы занимаемся стратегией футбола Европы, новые системы лиги, правила агентов, правила трансферов. Все, что на столе, это все связано с футболом. А давайте вот тогда расскажем про новый турнир, который будет проводиться с 2021 года. То есть помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые у нас сейчас присутствуют, появится еще и третий, так называемый, Лига конференций УЕФА. А что это будет за турнир? Какой формат? Скажем так, что два года мы тоже были в этом рабочем группе. И основная такая обратная связь от клубов, что они хотят больше игр на европическом уровне. Это очень важно, чтобы показать своих футболистов, выйти на арену мировому футболу. И, конечно, наша самая первая задача вырастить новых молодых футболистов. Для этого нам надо играть в Европе больше. И из-за этого дали тогда возможность теперь менять структуру. Это один часть. И для наших клубов это очень выгодно. Ну правильно, раньше ведь было когда-то еще три турнира. Был Кубок Европейских Чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок Кубков. Кубок Обладателей Кубков. А сейчас у нас два турнира только стало. Лига Чемпионов, Лига Европы. То есть нужен третий. Ну, в принципе, это как Высшая Лига, Вторая Лига и Третья Лига, скажем так. Но они все открытые. Чемпион Эстонии попадет в Лигу Чемпионов. Если он оттуда выпадает, выпадают Вторую Лигу и Третью Лигу. И это больше игры, больше, конечно, солидарных механизм. И это дает возможность и платформ, чтобы клубы могли растить. Это очень важно. Конечно, в Эстонии тоже надо менять очень много. Адаптировать наши уже правила к новым европическим правилам. Надо поднять индекс, потому что это очень важно. Потому что без этого индекса мы, может, не попадем туда один день. И самая главная проблема у нас... Индекс, вы имеете в виду, рейтинг именно наш. Индекс, рейтинг, да. В наших клубах это очень важно. Это, наверное, самая важная часть, цель для нашего футбола, что адаптироваться уже к этим правилам, что сейчас меняются в Европе. И надо еще инфраструктуру поднять для клубов, потому что без этого никак. То, что вы сейчас перечислили, это огромный объем работы нужно сделать. Насколько серьезно возросла ваша рабочая нагрузка в связи с тем, что вы вошли в состав ассоциации? Отвечу так, что если занимаешься любимым делом, тогда ты время всегда найдешь. Я вчера прилетал в час ночью, утром тут. Два года было уже в Европе, также у себя в клубе. Так что я думаю, что у нас очень хорошая команда и в Калию. Так что мы справимся, и я думаю, что это не проблема. Ну и напоследок не можем не спросить про дела Калию в чемпионате страны. Все-таки рассчитываете попасть в число медалистов? Как-то не очень дела идут у клуба, который явно претендовал на большее в начале сезона. Я бы не сказал так. Думаю, что у нас был очень интересный сезон, может быть, самый сложный вообще, последние 15 лет для меня лично. Потому что очень много разных задач было в клубе. У нас, конечно, мы начали сезон очень, скажем, неудачно. Надо было менять тренера, это тоже часть нашего жизни. Но Роман Кожуховский сейчас нормально справляется? Не стоит вопрос о поиске нового специалиста? Если таблицу ввели бы из этого времени, когда он пришел, мы были бы на первом месте. У меня одну матчу не проиграли из того времени. Но, скажем так, что мы все-таки прошли в Евролиге, в третий круг, опять самый хороший показатель в Эстонии. И я думаю, что сейчас еще осталось 7-8 игр, и мы боремся на второе место. Первое уже, наверное, уже, ну, скажем так, что невозможно, но кто знает. Так что все окей. Ну, удачи вам в этой нелегкой борьбе, и в том числе в работе на европейском поприще. Куна Техла, президент Немекали у нас сегодня был в гостях. Спасибо.